Вот самый обыкновенный ящик. Ну ящик как ящик. И в нем куча всяческих вещей. И не видно никаких секретов. Но если взглянуть на него под другим углом, становится уже намного интереснее. То ли еще будет. Всем привет! Я понимаю, что многим нужно прятать не только ключи, но и кое-что покрупнее. Поэтому сегодня мы прокачаем самый обыкновенный выдвижной ящик до уровня совершенно секретно. И что самое главное, сделать это сможет практически каждый. Но как каждый? У кого есть минимум инструмента? Но как минимум? Минимум фрезер нужен будет. Ну что, погнали? Для начала вытащим ящик из тумбы. Если у вас такие же шариковые направляющие, как у меня, значит на них должна быть вот такая хриндельбобинка. На правой направляющей ее нужно поднять вверх, а на левой опустить вниз. Сделать это нужно одновременно, после чего двумя руками потянуть ящик на себя. И все. Делов-то. А дальше начинается самое интересное. Разборка ящика. Ну как бы и все. А чего с ним возиться? Это пока нам не нужно. Это тоже. Начнем с поперечек. Их нужно немного укоротить. Ламинат я режу вот такой пилочкой для чистового реза. Получается очень даже ровно. Ну даже от чистовой пилочки остаются сколы. В принципе, можно так и оставить. А можно взять малярную ленту и наклеить ее, как советуют некоторые блогеры. И снова получить такие же сколы. Почему? Потому что чудеса бывают только в сказках. И никакая малярка не сможет противостоять вырывающей себе лобзика. А полностью убирает сколы только ручной фрезер. Теперь на боковинах ящика нужно сделать пазы для HDF. В идеале, конечно, это делается на форматно-раскорочном станке. Но у нас есть только ручной фрезер. Поэтому имеем то, что имеем. Ширина паза, конечно, получается больше, чем толщина HDF. Но в нашем случае это не принципиально. Далее сделаем небольшие отверстия для удовольствия закручивания саморезов. Теперь подгоним по размеру HDF. Он отлично режется обычным строительным ножом. А теперь соберем наш ящик обратно. Перед сборкой нужно обязательно проверить диагональ. Иначе в нашем ящике не будет прямых углов. Готово. Теперь пришло время собрать наш второй тайный ящик. Как рассчитывать размеры ящика, я уже показывал в своем видео про сборку корпусной мебели. Посмотрите, там все очень подробно и понятно. Далее нам понадобятся деревянные планки. Я сразу же откалибрую их в нужный нам размер. И прорежу паз для HDF. Конечно, можно привить HDF просто сверху. Но мы сделаем все красиво, заподлицо. После чего нарежем нужные нам заготовки. Соберем ящик. И покрасим его, чтобы было все в один цвет. Теперь осталось только прикошачить дно, ну и прикрутить сами направляющие. Вставляем наш тайный ящик. И у нас все чики-пики. Андрюха молодец. Далее приклеиваем двусторонний скотч к фасадной части. Выставляем и закрепляем фасад. Далее нам понадобятся какие-нибудь зацепы. Я их сделаю из вот таких вот мебельных навесов. Также нам потребуется закрепить мебельные защелки саморезами. Готово. Как это работает? С виду ящик как ящик, набитый всякими мелкими вещами. И ничего необычного в нем не наблюдается. Но стоит нажать кнопочки и освободить защелки, как появляется тайный ящик со сказочным богатством. Ням-ням, моя прелесть. Закрываем. Это снова просто обычный ящик. Кто не знает, никогда не догадается. Я такой рукодельник. Может мне курс какой-нибудь записать? Например, по ютубу. А что, мне ютуб круто поменял мою жизнь. Может быть кому-то и пригодится. А если вы не хотите ждать курса, и хотите прямо сейчас изменить что-то в своей жизни, то можете освоить востребованную профессию тестировщика с нуля. И возраст тут особо не важен. Все это можно сделать на факультете тестирования ПО от образовательного портала GeekBrains. Вы получите навыки ручного тестирования, практику автоматизации на Java, и опыт работы с веб-приложениями, и самая вкусная, 10% скидку для подписчиков канала, и возможность оплаты курса в рассрочку до 36 месяцев. Ссылка, как всегда, будет в описании под видео. А мы продолжаем. Для следующего тайника нам понадобится вот такой вот мебельный толкатель. Продается он в магазине мебельной фурнитуры. Самоделка известная, но я ее модернизировал. Смысл покажу на маленьком брусочке. Сначала сверлим большим сверлом, потом меньшим. Под толкатель. И вставляем его в деревяшку. Раз нажал, толкатель зафиксировался. Второй раз нажал, он выскочил. Все просто. Чтоб потом не было мучительно больно, сверлить будем в одном из этих мест. Я буду сверлить в стоевом бруске, чуть ближе к краю, чтобы не задеть внутренний шип. Капсулу я сделал из тюбика от бальзама для губ. Вы можете найти капсулу своего размера, которая подойдет именно вам. Сворачиваем денежку. Вставляем капсулу в отверстие. И нажимаем на толкатель. Все, тайник закрыт. Да-да, таких тайников полно в интернете, но в чем преимущество моего варианта? В скорости работы с тайником. Ну, подошел, нажал, забрал и ушел. А куда ушел, никто не знает. Но на сегодня все. Подождите. Это теперь вы знаете все мои нычечки-секретики. Джентльмены. Это нейтрализатор. Посмотрите, пожалуйста. Вот сюда вот. Друзья, из сегодняшнего видео вы узнали, почему котики гадят нам в тапки. А на сегодня все. Всем удачи и всем добра. Пока. Друзья, друзья, из сегодняшнего видео вы узнали, почему котики гадят нам в тапки. А на сегодня все. Всем удачи и всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok